Честно говоря, когда остались не в полном составе, нагрузка на защитную линию увеличилась. Немножко мы увидели, что подустал он, поэтому приняли решение заменить Данила. Выпустили Копленко для того, чтобы в опорной зоне у нас был игрок, которого в принципе удалили. Поэтому мы пошли на эту замену, чтобы структурно сохранить то, что мы хотели. Вообще, хочу сказать, что очень непросто, начиная с первого тура, когда команда находится в подвале турнирной таблицы и борется за выживание по сей день. Психологическое давление на команду колоссальное, но оно очень высокое. Цена каждого очка, цена каждой победы, она высока. И чувство ответственности игроков где-то, возможно, не позволяет раскрепощенно действовать на футбольном поле. Именно так, как мы действовали уже после пропущенного гола. Потому что пропустили гол, уже, как говорится, терять нечего, надо двигаться, нужно рисковать. Начинаем рисковать, у нас получается. А вот на начальном этапе, по ходу игры, в начале игры, давление чувствуется. Это очень сложно. Честно говоря, на своей практике я и как футболист, и как тренер, я не помню, чтобы такие ситуации были. Бывает, там команда начинает наверху, ну, по ходу сезона она падает вниз и ведет борьбу за выживание. Либо наоборот, начинает борьбу за выживание, вначале потом поднимается и, в принципе, каким-то образом балансирует между зоной вылета и невылета. В нашей ситуации все усложняется тем, что колоссальное давление, колоссальная ответственность. У нас очень хороший коллектив, и каждый понимает цену каждой игры и находиться с первого тура. Сейчас мы не в зоне вылета, сейчас мы находимся на безопасном месте, но мы продолжаем вести борьбу за выживание, так как все не так просто в таблице, поэтому мы, хочу сказать, чтобы все понимали, мы двигаемся, мы прикладываем все усилия, чтобы там с трибун не кричали, что-то нравится, что-то не нравится, это футбол, и не всегда все можно, как в таблице умножения, да, дважды два-четыре, не всегда все так. Поэтому работаем, двигаемся дальше и прикладываем все усилия. Болгария лидер лиги, к сожалению, по удалению сегодня очередное, по-моему, двенадцатая. С чем связаны порой они, в общем, абсолютно нелогичные эмоции, какие-то ошибки, желание спасти ситуацию? Что вы потом говорите, если это не тайна, футболисты разбирают эти эпизоды? Я думаю, в совокупности все, и настрой, и желание, и ситуации, которые возникают. Здесь удаление, оно в результате двух желтых карточек. Это футбол, это бывает, но вторая желтая карточка, считаю, необязательная, можно было ее избежать. Что говорим, естественно, разбираем и указываем на ошибки. С чем связана желтая карточка? Когда игрок не успевает, когда игрок проигрывает позицию. Этому предшествует неверное действие. Поэтому разбираем, прежде всего, это неверное действие, которое послужило в дальнейшем нарушению правил и к желтой карточке. Поэтому разборы именно так происходят. Бывают, конечно, оправданные желтые карточки, когда там срыв атаки, и нужно не выпустить соперника в быструю атаку. Бывает и так. Но сегодня, я считаю, что незаслуженно, и не то, что незаслуженно, а необязательная и ненужная вторая желтая карточка. Можно было ее не получать, а сыграть чище, сыграть правильнее. Боюсь ошибиться. По-моему, Волгарь единственная команда лиги, которая сумела отобрать у Балтики пять очков. И для вас матч в Калининграде первого круга был первым в качестве руководителя команды, по факту главного тренера. Что изменилось в Балтике, если это уместно комментировать, стоя встал времени? И как изменился Волгарь? Балтика очень хорошая команда, и она укомплектована футболистами, которые многие прошли. Многие прошли премьер-лигу. Поэтому любой команде, которая с ней играет, ну, как минимум, непросто показатель кубковой игры с Динамо. Когда играли две команды, одна фанель, одна премьер-лига, другая премьер-лига, и, по сути, приблизительно равная игра была. Что касается, что мы забрали у них, набрали от этой команды четыре очка, то мне приятно. Еще приятный тот факт, что эта команда за 35 туров, насколько меня не изменяет память, впервые пропустила со стандарта. Это одна из немногих команд, которая очень надежно действует в обороне при стандартных положениях, при угловых. И нам сегодня это удалось сделать. Это тоже приятный факт. А так, что изменилось структурно, ничего не поменялось. Команда играла в ту же схему и в первом круге. Единственное, появились некоторые персонали и другие футболисты. И вариативность действий у тренерского штаба, она только выросла. Что касается нас, то вы каждый день на нас смотрите, вы знаете, что у нас и как. Поэтому мы играем от себя. Мы стараемся выполнить ту задачу, которую перед собой поставили мы все вместе. Болгария хорошо играет на выезде и сложно дома. Понятно, по каким причинам ответственность. Нужно играть первым номером. Все мои соперники. Впереди два домашних матча. Что вы пожелаете себе, болельщикам и, не знаю, футболистам? Впереди два домашних матча и один выездной. Поэтому для нас самая важная игра, это следующая, это в Воронеже. И все наши мысли, они направлены именно на эту выездную игру. Поэтому двигаемся дальше. И нам бы очень хотелось набрать максимальное количество очков. Ну, как минимум набрать то количество очков, которых бы хватило для того, чтобы остаться в ФНЛ. Тут не буду лукавить, говорю, как есть. Последний личный вопрос, если можно. Впереди главный праздник нашей страны, 9 мая. Я знаю, что у вас родственники защищали Родину героическим образом. Сможете ли вы пойти на бессмертный полк или график, он вряд ли поможет? И что для вас этот праздник? С 7 мая мы играем в Воронеже, 8 и 9 мы будем здесь. Я постараюсь приложить усилия и обязательно пойду и приму участие. Потому что у меня оба дедушки, они участники Великой Отечественной войны. А дедушка по отцовской стороне, Бабаян Андрей Александрович, он участник Сталинградской битвы. Поэтому мне очень приятно и почетно, конечно же, я пойду. Андрей Александрович, сегодня редкий случай, когда Волгарий существенно победил соперника по владеем мячом. Связано ли это с удалением или же это вы решили так удивить Игнашевича, сыграв немножко нетипичный футбол? Еще раз, мы по владению мячом, мячом превзошли. Ну, дело в том, что вы же видели, как развивался матч. Мы получили преимущество в первом тайме. Естественно, когда команда играет в меньшинстве, она старается играть от обороны и выходить в быструю атаку. На тот момент мы получили преимущество и мы достаточно долго и много контролировали мяч. И это продолжилось и в первом тайме. В силу этого нам удалось перевернуть игру, удалось забить два мяча, 2-1 повели. А потом, когда мы уже были в равных составах, я считаю, что владение мячом, ну, оно где-то примерно было, наверное, одинаковое. Но в силу того, что мы в первом тайме владели мячом больше, наверное, усредненный показатель, он был именно такой, что 58 на 42. Артем Симонян, как обычно, сегодня выполнил колоссальный объем работы. Ну, что бросить в глаза, он очень часто за центральную линию и к центральной линии опускался в поисках мяча. Это ваша установка или же просто Артем так настроен? Ну, а с другой стороны, а где ему еще действовать? Он атакующий центральный полузащитник и он действует, если мы говорим о приеме мяча в центральном круге на нашей половине поля или на половине поля соперника. Это именно та позиция, где идет развитие атаки и переходит в завершающую фазу. Эпизодически он оказывается там в силу того, что достаточно плотно с ним играют соперники, изучая нас и видя ключевого футболиста. Поэтому он оттягивается немножко ниже для приема мяча. Спасибо. Сергей Николаевич Игнашевич, главный тренер Балтики. Что вас сегодня расстроило, что порадовало по итогу игры? Ну, порадовало, что во втором тайме в меньшинстве ребят провели характер, смогли переломить ход матча и до последних минут старались добыть победу. С вами Балтика. 15 раз сыграло на ноль, сегодня пропустил дважды. Для вашей команды это редкий случай. Кого хвалить больше? Футболистов-волгаря? Или вы будете критиковать на внутреннем разборе, на собрании своих игр? Ну, мы, безусловно, разберем игру, посмотрим ошибки. Сейчас по горячим следам. Не могу ничего сказать по этому поводу. Ну, гол, конечно, первый. Очень легкий второй стандарт. Посмотрим, разберем. Счет сравнял ваш командчик, который выписал на замену. Это предчувствие, о чем мы говорили, выпуская его в перерыве? Мы играли в меньшинстве, нам нужно было освежать позиции. Это первое. Второе, конечно, мы можем говорить сейчас о футболе, о тактике. Но я не вижу какого смысла, потому что обесценивается совершенно работа тренера другими внешними факторами. Еще один момент. У вас футболист Максименко вышел себе на замену, уже имея желтую карточку. Понять, что там произошло, сложно, находясь там на трибуне. Если можно рассказать об этом, и был ли в вашей практике, ну, игровой, более чем богатый. Такой случай, что человек уже выходит, а еще игру не вступал, а уже имеет желтую карточку. Я играл в футбол, я за карточками особенно не следил, за запасными игроками. За разговоры с орбитом я получил желтую. Балтка борется за место в стыках. Знали ли вы, два конкурента вашего к моменту начала матча в Астрахани уже сыграли? Это Енисея и Хабаровск знали за результат? Да, конечно, знали. Знали, что Енисея потерял очки. Видели, что Хабаровск выиграл игру домашнюю. Плюс три домашних матча у них впереди. Календарь достаточно простой, на первый взгляд. Ну, мы в первую очередь смотрим вперед на свой календарь. У нас три матча, два домашних и один в Домодедово. Это постараюсь взять девять очков в этих играх. Сергей Николаевич, ваши два форварда в старт, Мусаев и Барсов, такое ощущение, что вышли больше не нацелены на ворота, а нацелены на снабжение партнеров моментами. Это ваша установка была? Ну, и вообще согласны ли вы с такой формулировкой? У Мусаеву было сегодня много голевых моментов. Он не только хорошо участвовал в комбинационной игре, но и сам имел два железных момента. Первым и вторым тайм. Спасибо. Есть еще вопросы, Сергей Николаевич? Спасибо.